Супрационники Гомельского областного управления Министерства по надзвышанных ситуациях нагадывают о правилах безопасности при набытии и упрыгоживании новогодних елок. Некоторые штучные древы могут не только вылучшать шкодные речевы, но и быть пожаронебеспечными. С парадами выротовальников ознайомился наш корреспондент Олег Синтероу. Живые елки в широком продаже еще не заявились рано. А вот выбор штучных уже достаточно велик. При этом цены выгаются в широком депозоне от 50 до 250 рублев. Больше якостные, при этом больше беспечные, вырабляются методом литя и ведьми подобные на соправданные древы. Ведьми распасет же надумка, что и ныне горать, але при неправильной эксплуатации тыжа гирляндов спалить можно усе. Выбор упрыгоживания в дорече так само великий. Депозон цен в залежности от должни и якости от 2 до 20 рублев. По правилах на этой вырубе у продавцов повинны быть сертификаты. Их наявность проверяют супрацовники держа правом нагляду. А вот сами покупники, звичайно, больше текаются коштам. Никто не спрашивает, никогда внимания не обращает ни на сертификаты, даже само качество не смотрят. То есть в основном цена даже не приходится разворачивать. Люди спешат, бегут с обеда на обед, поэтому все происходит очень быстро. И если какие-то проблемы, просто могут потом прийти, если что-то не так, вернуть либо обменять на другой. Примусить обовязково потребовать у реализаторов сертификаты нигде никого. А вот пора, если покупникам взвертать больше уваги на якость товару, можно. Яки в уголе на захвание правил пожарной безопасности. Урычьте, чем завершится свято, задержите особисто от кожныха. Приемными ураживаниями идти с умными вспоминами. Новый год, по великим рахунку, одно из самых пожаронебеспечных мероприемств. Елка должна располагаться вдали от отопительных приборов. Дальше акцент необходимо сделать на украшении елки. Значит, елка должна украшаться сертифицированными гирляндами заводского изготовления. Значит, и желательно на елку не размещать горючие материалы, это вата, серпантины и так далее. Вблизи елки категорически запрещается использовать бенгальские огни, которые могут вызвать возгорание. Также акцент необходимо сделать на то, что елка должна быть жестко прикреплена к полу, стоять на специальной подставке. И, конечно, желательно, если в доме есть маленькие дети, украшать елку не стеклянными, а пластиковыми шарами.